Семинар с участием губернатора Ивана Крупко и председателя райисполкома выхватил территории Мозорского, Наравлянского, Ельского, Калинковичского, Октябрьского районов. На Мозорщине посещали крупнейшие предприятия, руководители которых делились тонкостями технологических процессов в растении, водстве, жадноводстве. Первые на очереди – Козенки, Агра. На этом поле, недалеко от деревни Творичевка, идет сев Азимова-Тритикали. Всего в хозяйстве из запланированных 1075 гектаров посеяли 880. Здесь и в целом по району осеннюю посевную обещают завершить за ближайшую неделю. А это уже территории совхозкомбината «Заря». Кроме кукурузы, хозяйство делает ставку на черное золото ПК – РАПС. Его посеяли на площади 919 гектаров, причем большую часть – на норовлянских землях. РАПС – культура высокодоходная, но довольно капризная. Требует четкого соблюдения всех агротехнических условий, грамотного внесения удобрений, средств защиты, а также соблюдений сроков сева. В «Заре» секретов успеха не скрывают уроками, выученными за годы работы с РАПСом делятся охотно. Вообще зима РАПС – это такая культура, которая требует большого внимания со стороны агрономической службы, также помощи инженерной службы для того, чтобы в оптимально сжатые сроки произвести подготовку почвы, сев, основные технологические уходы. Это культура, которая неприемлема к себе халатные отношения. Это культура, которая требует, чтобы агроном постоянно топтался по полю, смотрел вредителей. С кукурузой ситуация в Наравлянском районе сложнее. Нынешнее лето выдалось засушливым. Осадков над полями креничная не было больше 70 дней. Это сказалось на влажности зерна. Но у передового хозяйства есть сцены опыт. Аграрий и механизаторы знают, как справляться с любой погодой. Внимание участников семинара акцентировали на оптимальной настройке механизмов комбайна, позволяющей минимизировать потери при уборке. А после уже на территории новой фермы перешли непосредственно к вопросам кормозаготовки. Задача важная – обеспечить себя кормами. На сегодняшний день мы почти уже имеем 21 кормовую единицу на одну условную голову. Это фактически на 7 месяцев работы. Впереди еще на полях 100 тысяч гектаров кукурузы и около 50-60 трав. Мы еще до конца этого месяца 2-3 кормовые единицы заготовим. И около 8 в октябре. То есть будем иметь 30 центнеров кормовых единиц на одну условную голову в целом по области. Не будет ни одного сельхозпредприятия меньше 20 кормовых единиц. В целом Мозорский и Наравлянский районы еще раз продемонстрировали, что животноводство может быть прибыльным. Факторов успешности много. Один из них – это качество кормов. И именно сейчас важно создать запас прочности, чтобы спокойно чувствовать себя зимой. Дальше участники семинара отправились в Октябрьский район, где на пленарном заседании подвели итоги.